Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня в университетский проект ученой и его книги пришел замечательный российский историк, доктор исторических наук, профессор, председатель попечительского совета Московского педагогического государственного университета Александр Федорович Киселев. Александр Федорович, он пуповинно связан с нашим, одним из старейших вузов страны, он заканчивал здесь исторический факультет, он здесь преподавал, он был деканом исторического факультета как раз в то время, когда я поступил на первый курс, так что мы с Александром Федоровичем старые знакомцы и поддерживаем больше 30 лет добрые товарищеские отношения. А сейчас Александр Федорович, он вернулся в университет, занимается очень нужной, полезной для университета работы, в том числе привлечения финансовых средств для развития университета. Но мы вот в рамках этого проекта сегодня собрались поговорить о другом, понятно, да? Уже в прошлый раз, кто видел нашу программу, мы говорили о очередной книге Александра Федоровича. Она называется так «У всякого народа есть Родина и только у нас Россия». Эта книга, она носит такой историко-философский характер, она охватывает значительные пласты отечественной истории и серьезные размышления над разными периодами отечественной истории, над нашим прошлым, настоящим и будущим. Александр Федорович, во-первых, я вас поздравляю с выходом этой книги. Ну и мой первый закономерный вопрос, как рождался замысел этой книги, что вас подвигло непосредственно сесть за письменный стол, взяться за перо и начать уже в таком солидном возрасте, когда можно, в общем-то, почивать на лаврах. Я просто скажу, что у Александра Федоровича немало очень интересных работ, в том числе книги, посвященные творчеству Федора Степуна, Ивана Ильина, Георгия Федотова и другим русским философам. Так вот, что вас подвигло сесть за написание именно этой книги? И в чем был главный, основной, что ли, такой вот замысел самой этой книги? Ну, так как вы правильно сказали о том, что у меня есть ряд книг, посвященных таким крупнейшим мыслителям русского зарубежья, ну, нашей отечественной философской мысли, мне хотелось все то, что я раньше писал, обобщить. В каком смысле? Первое, это их глазами увидеть особенности исторического развития России. Это очень важно. Второе, это проследить истоки противоречий между Россией и Западом. Они носят такой глобальный характер и тысячелетний, не менее тысячи лет. Вот это проблема. Третье, посмотреть различия в ментальности европейцев и русских. И особое внимание, конечно, уделить характеристике русского народа. Четвертое, это ответить, на мой взгляд, как я это понимаю, осветить проблему национальной идеи. О ней очень много говорят, о ней очень много спорят, но до сих пор как-то не могут ее сформулировать. Но я вот, если вот начать с четвертого, я против того, чтобы это была какая-нибудь чеканная фраза, как национальная идея. Она не будет отражать сути нашего исторического бытия и национального самосознания. Я полагаю, что национальная идея формировалась на протяжении всего исторического пути России. И она была, вы знаете, как алмаз, который в ту или иную эпоху сверкал новыми гранями. И мне представляется, что нашу национальную идею надо искать, отвечать в историческом бытие нашей Родины и в особенностях восприятия мира россиянами. Я подчеркиваю, не только русских, но и других национальностей. Ибо русский – это состояние души, а не принадлежность по крови. Вот это нужно иметь в виду. И поэтому, стоя на этих позициях, мы столь привлекательны были и для других наций и народностей. Русский – это состояние души и стремление к сбережению тех людей, которые нас окружают. В том числе и на вертсах. И можно получить ответ на вопрос, почему же нам удалось создать такую империю, которая не являлась империей в западном понимании этого слова. В традиционном понимании. В традиционном понимании. Это была империя сотрудничества, взаимопомощи и взаимного обогащения двухсот наций и народностей. И этот исторический факт стараются все как-то замазать и испачкать, представить, что Россия – это тюрьма народов и многое другое. На самом деле, это великая ложь нашего времени. Вот я так полагаю. И что можно сказать? Не случайно именно в имперский период Владимир Соловьев сформулировал концепцию всеединства человечества. И вот эта проблема всеединства, она стояла на протяжении всей нашей истории. И именно во всеединстве были отличительные черты той империи, которая сформировалась веками. И в том числе и Советского Союза. И я думаю, одна из наших национальных идей – это всеединство. Вот. Ну, я думаю, что этот тезис имеет большое значение для нашего времени. Что можно? Какая альтернатива тому, извините за неакадемическое беспределу, который творится? Ну, вот даже можно посмотреть на ту же Украину соседнюю, да? Ну, это… Там в основу положена идея создания сугубо этнократического государства. Да, да, да. И вот как эта, так сказать, идеологема, положенная в основу государственного строительства, разрушает эту страну изнутри. Конечно. Вот это очень важно. Я думаю, что вот подобного рода альтернатива, если она правильно подается, правильно объясняется, правильно выражается в политике, имеет очень большую перспективу в плане изменения картины мира. Вот так. А по поводу Украины я могу сказать одно. Элита политическая полностью извратила историю Украины. Как говорил кто-то, извините, не помню, когда стреляешь в прошлое из пистолета, то она ответит снарядом из будущего. Из пушки. Из пушки, да. Вот это и есть. Это полное. Вот. И следующее. Ну, как национальная идея, например, Украины? Она же не сформулирована. Она сформулирована только в одном. Это не Россия раз. Это Европа два. Доказать это почти невозможно. И третье. Она на отрицание. Она на отрицание. А на отрицание ничего не построишь. Она на отрицание. Она на русофобии. Ненависть, отрицание. Ненависть. Отрицание ведут к отрицанию. Ненависть и развалу. Не построили. Нет этой идеи, к сожалению. Они не смогли ничего дать. Да, да. Они даже не поняли или сознательно извратили главную идею православия. Это соборное сознание. Соборность. А что такое соборность в понимании православия? Это духовное единство всех поколений, которые жили до нас, которые живут сегодня и будут жить после нас. Вот это и есть единство веры, единство духа, единство целеполаганий и единство мировосприятия. И когда это таким образом ломается, как на Украине, это ни к чему доброму не приведет. Ну, горько. Горько. Но я одно могу сказать о том, что история не заканчивается. У нее будет много. А вот эта турбулентность, которая есть в международных отношениях, в отношениях нашей страны с другими странами, она была всегда. Когда был золотой век Содружества народов? Да никогда. Но, к сожалению, есть одна особенность. Новый миропорядок всегда вырастал из войн. Вот что страшно. Да. Кстати. Да, кстати. И когда сегодня США говорят о новом миропорядке, они готовят новую войну. А, уже идет. Экономическая, информационная или, как называют, гибридная. Она идет. Но новый миропорядок отсюда не получается. Он проживает только что череду кризисов. И прежде главный кризис, о котором писал Ильин, Франк, великие наши мыслители, это кризис человеческого духа. Все эти неурядицы, все войны, конфликты, источником есть их человеческая душа. Которая дуалистична. В которой сочетается и доброе, и злое, и нестяжательство, и жажда наживы, и многое другое. И еще одно. Это старая римская идея. Покорять и властвовать. И эта идея в темных сторонах души человека находит отклик. Как это было в фашистской Германии. Это не просто так. Поэтому надо переориентировать человека, чтобы он... Это не просто оскудение духа. Это его ожесточение. И на чем оно основано? На материальном интересе, прежде всего. Перераспределить, взять, отнять. Это старо как мир. Но в современных условиях это приобретает страшные последствия. И поэтому так называемая проблема человека, она вечная проблема. И сегодня она особенно важна. Ну, мы с вами, педагоги, знаем, что все закладывается в школе. И многое... Конечно, школа не может быть за все ответственной. Я полагаю, что прежде всего за душевную доброту, щедрость и такой светлый взгляд на мир ответственна семья. Но если ребенок в любви растет, он и будет любить других. А если из него зверька делает, наказаниями и многим другим. Хотя к наказаниям я так тоже, как педагог скажу. Есть разумные наказания. Есть разумные наказания. И одной из главных задач в семье сказать, что нельзя делать. А уже после того, как он... Нельзя воровать. Нельзя врать. Нельзя драться. Нельзя там... Чего угодно. Ну, посмотрите в Евангелии. Все заповеди Христова, они же запретительные фактически. И вот когда система запретов у ребенка сформируется, и на этой системе надо будет строить соответствующее здание того, что можно. А чаще всего нужно рассказывать ему не то, что можно, а то, что нужно. То, что необходимо. То, что даст. Вот об этом в моей книге тоже говорится. Еще я хочу сказать следующее. Евгений Юрьевич. Идеи вечные. Понимаете? Просто вечные. Особенно в том, что касается человека. Что касается воспитания, образования. Я сейчас новую книгу готовлю в творческом сотрудничестве с Алексеем Владимировичем Лубковым. Мы как раз это и покажем. От античности до наших дней. Они вечные. Эти идеи. И идеи мирового порядка вечные. И многое другое. Вот посмотрите. Вот какое наше отношение. Вот просто факт исторический. Наполеон мечтал и создал империю, но мечтал создать Всемирную империю. И наш Александр I. Когда мы разбили Наполеона, создал Священный Союз. С какой целью? Даже, ну, говоря современным языком, создать ЕС. Единый Союз с Европой. Но на начало добра, сотрудничество и многое другое. И какую он сформулировал задачу. Вот какое отличие нашего восприятия мира от европейского. Он заявил, что этот Союз даст возможность Европе стабильно развиваться на протяжении, ну, нескольких десятков лет. И представьте, какая благородная задача. А ведь другие что бы делали? Давай контрибуции. Давай то. Давай это. Мы победили. Кстати, вот если вспомнить тот же Парижский трактат, то ведь фактически после подписания этого трактата Франция осталась не только в границах дореволюционной Франции, но даже с небольшими приращениями. Ну, конечно. То есть мы фактически, именно Россия, не Пруссия, а именно Россия отказалась от французских контрибуций. Ну, фактически. Потом они даже были чуть-чуть еще, что называется, списаны и так далее, и так далее. Более того, ведь Священный Союз, почему именно такое название? То есть это объединение христианских государств. Христианских государств. Да, христианская Европа. Да, да. Чтобы на позициях, несмотря на то, что церковь была уже давно разделена, что существовал и протестантизм, и католичество, и православие, но тем не менее, вот это единство христианского вероучения, оно должно было стать базой некого объединения народов и государств. И ведь надо вспомнить, что именно в девятнадцатом веке, в первой половине девятнадцатого века вообще рождаются сами идеи преодолеть вот этот раскол, который возник в середине одиннадцатого века, и воссоздать единую христианскую церковь. Да, движение было такое экугумическое. Да, да, да. В двадцатом веке тоже. Да, но увы, вот развитие политических процессов и международная обстановка, она, в общем-то, показала, что вот эти вот, как у нас часто говорят, благие намерения, они вымощены дорогой в ад. Потому что далеко не все государственные деятели, а тем более властители народов и империи, они подвержены вот таким вот иллюзиям и желают вселенского добра. Да, многие, как вы правильно говорили, особенно в Европе, они подвержены силам зла. Поэтому именно с Европы, я напомню, в общем-то, и проистекали многие военные конфликты не только на европейском континенте, в той же Африке, в той же Азии, в той же Америке. А если брать, собственно, европейский континент, две мировые войны, где они зародились? Они зародились именно в Западной Европе, да? Я с вами абсолютно согласен. И вот две идеи, европейская и российская. Европейская идея выражена в чем? В европоцентризме, который возник в XIV-XV веках. И главная идея которого, Европа, это самая совершенная цивилизация в мире, которая может и должна жить по этим, сейчас называют, ценностям других народов. И для того, чтобы под флагом европоцентризма весь мир был завоеван практически. Весь мир. Латинская Америка, многие страны Африки, в Азии, ну, та же Индия, например, англичане. Но это все же европоцентризм. А у нас другая концепция. Не национальные исключительности, а, как я уже сказал, все единства. И теперь один штрих. Вернемся к наполеоновским войнам. Там у меня в книге есть это. По ментальности европейцев русских. Европейцы же горды, сильны. А когда им дали по голове, они стали шпалерами, немцы, и встречали победоносные войска Наполеона в Берлине. То же самое было и в других столицах. Стояли рядами, кланялись. Чем они руководствовались? Это для того, чтобы не потерять свое имущество. Будешь дергаться, извините за выражение, отнимут все. А наши в 12-м году деревни жгли, Москву сожгли, ради Родины. Все. Вот. Какая тут меркантильный интерес? Тут интерес духовный. И поэтому одна из главных идей, вот я сказал все единства, еще одна из главных национальных идей, это идея служения. Служения Отечеству. Служения товарищам. Семье. Людям. Это благородный порыв, позыв. И эта идея служения, она четко прослеживается во всей нашей истории. Ну и другие идеи. Поэтому я предлагаю нашим телезрителям познакомиться с моей книгой. Там многие проблемы, которые, кажется, идут из глубины веков современно сегодня. Более того, они актуальны. Они актуальны. Ну, например, Алексей Владимирович выступал по поводу Каткова. У меня там есть глава, называется «Недук самовечевания». И вот Катков там пишет, если пократко сказать, что при таких наших отдельных слоях граждан никаких врагов не надо. Мы так поливаем себя грязью, так критикуем свое прошлое и настоящее, так относится государству, что просто не надо ничего. И говорят, откуда вся эта ложь по России? Особенно в 19 веке очень серьезно. И Герцен об этом писал. Выливается эти ушатые грязи. Откуда они черпают от наших, ну, будем говорить, интеллигентов, так скажем. Вот это вот проблема «Недуга» победоносцев, о демократии. Слушайте, ну вот я вспоминаю, да, ну да, 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 победоносцы, величайшая ложь нашего времени. Это было сказано в 1870-х годах, то 50 лет назад, как будто сегодня. Я вот в завершении нашей встречи, а вот буквально пару дней назад господин Быков, небезызвестный, да, сказали, что он, дескать, работает у нас в МПГУ. Он работал здесь при старом руководстве, но как только мы вместе с Алексеем Владимировичем пришли сюда в университет, Быков был тут же уволен со своей должности, потому что, ну, прямо скажем, такие преподаватели, в кавычках, не украшают любой вуз, а уж тем более старейшие педвуз страны. Ну вот вам, господин Быков, пожалуйста, вот те самые недруги, да, как бы под флагом исторической правды человек опустился до того, что, ладно, там биография Власова, уже написана не одна биография этого предателя, да, и сам термин «власовщина» стал давно уже нарицательным, но он уже там реабилитирует Гитлера и говорит о том, что если бы не антиеврейская политика Гитлера, то русский народ с распростертыми объятиями принял режим фашистов на своей территории и ни о каком сопротивлении, а уж тем более победы. Ну вот что можно сказать. А я одно могу сказать. С тоской предателя в глазах правды не скажешь. Да. И следующее. Единственным инструментом, который помогает вникнуть в собственную историю, это любовь. Ибо любящему взору, говорил наш с вами академик Лосев, открываются такие горизонты, которые не откроются тому, которые ненавидят. А я еще слова Монтене проведу. Вот сыскательность государства. Вот государство должно это. Монтен, великий, как там у него, это же 16 век. Какие у него там рассуждения интересные об образовании, о человеке. И он пишет, мне достаточно, что государство не отнимает у меня моего. Второе, он говорит, я считаю, что оно благоволит ко мне, если не делает мне зла. И поэтому никаких претензий власть придержащим, если они выполняют этих условий, у меня нет. Ибо государство спаивает людей. Вот говорят, свобода, свобода, свобода. У меня тоже есть там работа по поводу христианского понимания свободы. Да, свобода. А государство что должно делать? Оно должно спаивать своих граждан не свободой, а необходимостью. Необходимость. Эта необходимость, это обратная сторона свободы. Ну да, как выражение свободы целой нации. Потому что если бы не было государства, мы бы ни разу загромили фашизм. Да вообще бы ничего не было. А значит были бы просто уничтожены, уже ни о какой свободе, мнимой свободе. Какая свобода. И не шло бы речи. А свобода в таком понимании заканчивается там, где человек делает выбор. Все. После выбора он уже живет в жесткой необходимости. Но эта необходимость помогает ему реализовать свободу. Свободу выбора. Вот только бы не ошибиться в этом. И ты свободен, ты выбран. А какая свобода? Я женился и, извините, должен беспокоиться о семье. Ну да. Дети появились, я страдаю из-за их судьбы. Да и многое другое. Да, профессия. Девуха, конечно. Назначили руководителем. Я страдаю от того, что поручено дело, и дело это надо делать. Да, это такое бремя. Бремя. Да, иначе какой-то руководитель, если ты используешь свою должность для обогащения, а не для того, чтобы сделать что-то лучше. А я вот, мы сейчас будем заканчивать, там у меня тоже есть. Вот понимаете, с коррупцией, это древнее явление. Даже великий Фрэнсис Беккант, он, правда, занимал выдающуюся должность в Англии, был обвинен во взяточничестве. Даже такие великие умы не могли устоять перед искушением коррупционным. И что там, снимать с работы, сажать в тюрьму, конфисковывать ему. Да, это надо. Но главное, что надо? Надо возродить в обществе понятие чести, достоинства, ответственности. Никогда не возьмет взятку человек, который не хочет испачивать свое доброе имя, свою репутацию этим. И это, кстати, очень неплохо делали в имперской России. Они формировали честь офицера, честь дворянина. И я даже скажу, и честь крестьянина тоже формировалась. И пока вот этой доблести, честности и оценки ее обществом не будет, так и будут. Я вот долго думал относительно того, в чем были глубинные причины, вот того, что сейчас творится в той же Украине. А вот посмотрите, как там поменялась ментальность. У них ведь за доблесть, за некую честь, за правила жизни стало что? Обмани ближнего своего. Причем у них там есть соответствующая поговорка, она немножко нецензурная. Если не на, то не проживешь. И они, более того, хвалятся своему ближнему кругу, если им удалось кого-то объегорить, кого-то обмануть, завладеть каким-то имуществом или средствами за счет вот этого обмана, за счет жульничества и так далее. И это стало своеобразной религией, такой квазирелигии современных украинцев. А отсюда, отсюда, и вот тот огромный уровень коррупции, отсюда и безверие во все... Это кризис духа. Это кризис, да, в том числе и духа, который приведет в конечном итоге к краху этого государства. Абсолютно согласен. Но я думаю, краха государств не будет. Я имею в виду вот этого режима. Да, этого режима. Украина, в конце концов, вернется на тот путь, которым она шла столетие. Вот и все. А эта ложь отомрет. Это будет как сон. Да, другое дело, что за это придется заплатить дорого. Учитывая некоторые пристрястия Порошенко, это будет как пьяный бред. Вот. Приходит же отрезвление, и оно придет неизбежно. Да. Да я уверен, что миллионы украинцев-то это понимают, но, вы знаете, отвагу-то можно пропагандировать, сидя в теплом кабинете. А вот если представиться, пойти в холодный окоп, по-разному можно отнестись к этому. Да. Вот. Ну, я завершу. Да, да, да. Там в моей книге вот именно такого рода проблемы поставлены. И читатель познакомится с размышлением на эту тему выдающихся умов отечественной философии, историографии, и получит определенные, не исчерпывающие, конечно, ответы на те проблемы, которые волнуют нас сегодня. Спасибо вам. Да, вам спасибо, Александр Федорович. Итак, дорогие друзья, новая книга Александра Федоровича Киселева «У всех их родины, только у нас Россия». Здесь вы можете увидеть внизу нашего ролика адрес электронной почты и телефоны, по которым можно и нужно приобрести это издание. Ну, а сегодня, дорогие друзья, я хотел бы поблагодарить и нашего сегодняшнего гостя, и вас за внимание. Пожелать вам всего доброго. До новых встреч.